Первые вопросы те, что тревожат больше всего. Слухи о жертвоприношениях будоражили жители Южного Казахстана последний месяц. Речь шла о якобы имевших место в случаях похищения детей с целью приношения в жертву к празднику Курбанайт. Информация об этом распространялась через некоторые сайты. В нашей области религиозных сайтов не зарегистрировано, но их очень много за рубежом и через интернет они могут оказывать влияние на наших граждан. Поэтому такие сайты отслеживаются в Астане, Министерством информации и связи. В результате мониторинга, проведенного Генпрокуратурой и Министерствами, доступ к 150 сайтам был закрыт. Сегодня Генеральная прокуратура усилила контроль за сайтами религиозных организаций и сект. В усиленном режиме работают и правоохранительные органы. Главная их цель, пояснил Берий Култасов, защита жизни и интересов граждан. Все преступления должны регистрироваться. Все конституционные права граждан защищены. Сейчас эти задачи находятся под особым контролем в нашей области. Они взяты на особый контроль и начальникам Департамента внутренних дел. На охрану спокойствия общества сейчас мобилизованы все правоохранительные органы. Поэтому поводов для тревоги у жителей области нет. Все под контролем, заявил прокурор. Служба телекомпании Утрар.